привет всем подписчикам и самое главное энтомологам а вы знаете кто что такое энтомология это не ругательство это наука изучающая насекомых и вот к нам вечером вчера на свет прилетел вот такой жучок это насекомое и этого жучка есть рог кто-нибудь скажет так это жучок носорожек жучок носорожек но на самом деле это не жучок носорожек но родственник родственник жучка носорога жучка навозника а называется этот жучок знаете как ну если вы энтомолог то вы наверное знаете как этот жучок называется ну а для остальных скажу этот жучок называется копр да еще не просто копр а еще и лунный копр а а теперь давай давайте разберемся почему он лунный а лунный потому что он летает тихими лунными вечерами и ночами и летает он только поздней осенью начиная с середины сентября и даже до ноября может летать если теплая погода вот и зачем он летает а он ищет знаете что он ищет он ищет какашку ну не простую какашку а именно ну грубо говоря навоз травоядных животных а теперь вернемся к его названию почему он что это такое копр а копр это латынское название копрофаги копрофаги это те животные которые питаются ну вернее скорее всего насекомые которые питаются навозом и потому он называется копр это латынское название копрофаги это латынское название и у У всех живых существ, живущих на Земле, есть латынские названия. В том числе, человек разумный, как называется? Гомо сапиенс. Гомо сапиенс. Но, к сожалению, не все оправдывают название человека разумного. Потому что они гомо, но не все сапиенсы. Наверное, все-таки люди не только гомо сапиенсы. Ну, не все разумные, одним словом. Ну, в общем, а этот жук называется копр, лунный копр. Потому что он питается, как я сказал, какашками, навозом. И вот он летает, летает, ищет навоз. Корова поела травку, сделала какашку. Вот он прилетает, садится на эту какашку. Закапывается под нее, выкапывает ход. И вот этот навоз стаскивает в норку. Стаскивает, стаскивает, стаскивает. Потом в этой норке, в этот навоз откладывает яичко. И личинка выводится и съедает этот навоз. Потом этот жук опять летит на следующую какашку, навозную кучку. И там же делает то же самое. Так он размножается. Но это самец. Потому что у него есть рог. У самки рога нету. Маленький такой бугорок. А это самец. Бывают самцы более крупные, с более длинным рогом. Но это не носорог. Это копр лунный. Ну вот, такой был ролик наш про жучка копрочка. Так что это жук копрофах. Копр лунный. Все, выпускаем жучка. Пусть вечерком летит и истит вкусную какашку. Ну вот, показали мы вам жучка копра лунного. И рассказали даже, почему он копр. Ну и все. Все. Всем пока. Пока.